Собственники многоквартирных жилых домов Анапы бьют тревогу. Компания «Буревестник», по словам людей, самовольно назначила себя их управляющей компанией, хотя на протяжении долгого времени дома обслуживала предприятие альтернативной коммунальной системы. В августе жильцы получили от «Буревестника» приглашение на собрание, которое так и не состоялось, организаторы не явились. Однако через пару месяцев пришли новые письма, в которых указано – управляющая компания «Буревестник» теперь будет обслуживать их дома. А за пару дней до этого письма жильцы получили новые квитанции на оплату услуг от «Буревестника». Неожиданно в начале ноября мы получили подметные письма некой компании «Буревестник» без адреса и без фамилии, которая поставила нас в известность, что с 1 ноября произошла смена нашей управляющей компании «Акс» на «Буревестник» и теперь мы должны все деньги платить компании «Буревестник». Никаких собраний, никаких протоколов, никаких сборов подписей не было. Объяснение своего бизнес-плана данная компания не представила. А сейчас явочным порядком требует у меня сменить компанию, обслуживающую наш дом. В первом письме, которое не письмо, а было объявление на доске объявлений, меня сразу шокировала цифра за квадратный метр. 15 рублей, сегодня мы платим 8,55 акцию. Это в полтора раза и больше. Жильцов устраивает и качество услуг компания «Акс» и тарифы. Кроме того, объективных причин менять управляющую компанию нет. В компании нет долгов. Они добросовестны и качественно выполняют свои обязательства, говорят анапчане. Между тем, общие собрания, на которых принято решение о смене управляющей организации, якобы прошли сразу в 12 многоквартирных жилых домах Анапы. Вот только большинство жильцов этих домов утверждает, они не принимали в них участие. Но, видимо, у коммунальщиков свое видение. В подъездах неоднократно появлялись сомнительные листовки. В почтовых ящиках жильцы находили двойные квитанции по оплате коммунальных услуг. С ноября привезли свои контейнеры, поставили мусорные, сами одну. И вот начали работать, присылать уборщицу, дворников, какую-то деятельность. В общем, замки взломали. Возмущенные жители обратились за помощью сразу в ряд инстанций, с надеждой, что справедливость восторжествует. Кто прав в этом коммунальном споре, решит суд. Как рассказывают представители альтернативных коммунальных систем, суд наложил обеспечительные меры, приостановив действие протоколов общих собраний компании «Буревестник». До того момента, пока не будет вынесено решение. Я просто жителей всех наших домов призываю, чтобы ни в коем случае, когда месяц закончится, все договора с ресурсоснабжающими компаниями, они у нас. Они не расторгнут эти договора. И поэтому, чтобы по ошибке не оплатили «Буревестнику». Все деньги за коммунальные платежи, как платили в управляющую компанию АКС, сюда мы будем принимать, пока не будет решения суда. Мы позвонили в управляющую компанию «Буревестник», чтобы услышать другую сторону. Они отстаивают свою позицию и готовы к диалогу. На самом деле, учитывая сейчас сложившуюся обстановку относительно доброго имени компании «Буревестник», и появляющихся в сюжетах, значит, для того, чтобы вы получили конкретный ответ на ваш вопрос, я предлагаю вам приехать в нашу компанию с документами, чтобы разговор у нас был предметным и обстоятельным. В русском языке недаром слово «правда» только в единственном числе. Правда всегда одна. Точку в этой истории должен поставить суд. Мы будем следить за развитием событий.